Опа! Сейчас переведу. Я вообще не понимаю, как это работает. Как было бы классно, если бы было приложение для онлайн-уроков вокала и музыки. Погодите, так вот же оно. Муз. Это как Zoom. Но Муз сделан специально для музыкантов. Сейчас вам расскажу про его плюсы. Больше не нужно отдельно скачивать файлы. Всё аудио можно загрузить напрямую в Муз. В приложении встроен аудиоплеер, прямо в котором можно менять темп и тональность. А звук он вообще не отстаёт. Слышен весь диапазон частот, как низкие, так и высокие. И учитель и ученик могут для себя регулировать громкость самого аудио. В Муз можно в один клик начать слышать своего ученика синхронно с аудио, либо со встроенным метрономом, где есть функция регулировки темпа и такта в режиме реального времени. И вот вам вишенка на торте. В приложении есть встроенная виртуальная пианино. А также вы можете сами подключить пианино без использования звуковой карты. Конечно же, в Муз есть функция демонстрации экрана, как и в Zoom. Но Муз отличается тем, что можно демонстрировать отдельные файлы, на которых можно делать пометки, что-то выделять в режиме онлайн. А еще Муз поддерживает мультикамерность. Это означает, что в приложении можно подключить до пяти камер, которые помогут взглянуть на урок вокала и музыки со всех нужных ракурсов и увеличить уровень погружения в занятия. В общем, советую всем учителям немедленно попробовать Муз в своих уроках вокала и музыки, а ученикам поскорее рассказать об этом приложении своим преподавателям. И, ребята, лично я рекомендую вам попробовать версию для ПК и ноутбуков, потому что именно здесь функционал намного шире, в отличие от мобильных версий для Android и iPhone. А разобраться со всем функционалом вам поможет встроенное мини-обучение. Ну что, ребята, хотите продвинуть ваши уроки вокала и музыки на новый уровень? Тогда скачивайте Муз. Он поможет вам создать ощущение живого урока даже вдали от ученика. Все ссылки в описании. Сегодня мы будем слушать очередную песню от Димаша. Да, Грешная страсть. Да, я знаю эту песню как Грешная страсть, потому что ее больше всего рекомендовали. Судя по ссылкам, которые нам предлагали, это выступление является правильным. Но все его выступления в моих глазах, по крайней мере, были эпическими. Невероятно феноменальными, я бы сказал. А также микс жанров, которые он делает, заставило меня оценить оба эти жанра. Я думаю, что это круто, то, что он это делает. Ну, помимо этого, вроде нам больше нечего сказать. Ты озолнован? Да, я озолнован. Мне не терпится узнать, что же он сделает. А перед началом не забудьте подписаться, не забудьте посмотреть рекламу в начале этого видео и поехали. Хорошо. Как и слонова сна. Ху-ху. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Как сценария. Ху-ху. Линьи долгие линьи Были ночи без сна Но в стуже сердце озарило, как весна Только ты одна Прикольные баннеры. Да. Я встал очень быстро. Как и слонова в нем пылать во мгле и в ненасте Дай мне Дай мне Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти Что происходит? Ночь замкнула ресницы И вокруг тишина Перейти с того тона на этот тон Это безумие. Это завораживает, да И ты вернешь меня из песни в этот мир, только ты одна Дай мне, дай мне Долгим огнем плылать в угре и в бедности Дай мне, дай мне Ночью и днем сгорать в костре грешной стресси Это так потрясающе, чувак Это смысл с хокканом Мне понравилось это эхо И то, как он дрожит своим голосом Столько техники, чувак Это как рок-опера Да Да, это великолепно То, как он переходит с такого беззащитного пения в такое мощное пение, а потом в такое эпическое пение И все это за секунды До этого где-то минуты три они обсуждали цветы И как бы там ни было, песня была невероятной Да, он ее порвал Где-то три минуты в середине песни я был с опущенной челюстью Да, опущенная челюсть И я просто не могу Знаешь, очень сложно Понять То, что ты слышишь и видишь одновременно с Димашем И сложно делать все это постоянно Потому что в Димаше очень много таланта И у него такой широкий диапазон И это, знаешь, заставляет меня возвращаться к этой песне снова и снова Его гладкие переходы Я это говорил ранее и скажу еще раз Смешивание разных жанров это как путешествие Иногда мне казалось, что он поет в стиле акапеллы И в этом очень много уязвимости А потом, в мгновение ока, все становится грандиозным Как будто мы собираемся в путешествие Я не знаю, показать все это, а потом не казаться фальшивым Да, это было круто Все сошлось вместе очень-очень хорошо Да, очередное великолепное выступление Ребята, в комментариях дайте нам знать Что нам послушать дальше Или каких нам артистов слушать дальше Всем огромное спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok